Соревнования приурочили ко Дню Народного Единства и собрали команды студентов ЮРГУ из семи разных стран. Турнир проходил в два этапа. Участники разделились на две подгруппы по три и четыре коллектива. В первом этапе командам предстояло встретиться друг с другом на поле и определить, кто пройдет в плей-офф. Сегодня я очень рад видеть всех иностранных студентов в такой важной мероприятии футбол. Каждый год участвую и с детства я играю в футбол. Много у меня медалей. Очень много раз первое место заняли. В прошлом году весной и осенью тоже занимали первое место. Мини-футбол – игра динамичная и компактная. Любой рикошет может решить исход матча и на исправление ошибки не хватит времени. Игры проходили в формате два тайма по 10 минут. Шумно было не только на поле, но и за его пределами, где участники других команд вместе с болельщиками поддерживали друг друга. Иностранные студенты считают, что на этом турнире главная была не победа, а участие. Много национальностей. Приятно бороться со всеми. Конечно, хочется выиграть этот турнир. В тот раз у нас не получилось, мы были вторыми. В этот раз постараемся выиграть этот турнир и получить золотые медали. По итогам группового этапа в плей-офф с обеих подгрупп вышли по две команды. В полуфинальных играх Таджикистан обыграл сборную Ирака со счетом 7-2. А арабские страны выиграли у Казахстана со счетом 4-1. Бронзу завоевали игроки Ирака. В финальном матче сборная Таджикистана со счетом 3-0 одержала уверенную победу над арабскими странами. Турнир создан для того, чтобы между иностранными студентами, которые учатся, между ними были хорошие отношения. Вместе они были дружные, коллективные, всегда помогали друг другу. Для этого и создан данный турнир. Мини-футбол – традиционное мероприятие для иностранных студентов, которое проходит два раза в год. Сейчас для студентов начинается ответственная пора – подготовка к ГТО. В ближайшее время им предстоит сдать нормативы по физической подготовке.